Редкая неформальная встреча перед длинным летним сезоном. Раз в год сельхозпроизводители приезжают в Барнаул за новшествами. Какие технологии предпочтительны, на какие семена ориентироваться. После засухи 2020-го много раздумий, как обезопасить свой урожай. Один из советов ученых – отказаться от шаблонов, действий, сроков, которые в том числе погубили урожай. «Подходит время к оптимальному сроку сема. Сорняк у нас уже перерос. Не каждому орудию его можно было взять. Поэтому пришлось где-то химией работать, где-то дважды проводить предпосевную обработку. Но самое главное, что за этот период, практически 10-12 дней, сорняк не только израсходовал влагу, которая выпала с осадками, но накапанную, накапанную, накопленную из засек. Поэтому в итоге нам пришлось сеять сухую». Еще один совет фермеры передают друг другу – переключать внимание на азимы. «Раньше у нас вообще была монокультура – Яровая пшеница, Алтайский край. А сейчас мы год от года увеличиваем азимы клин. Почему? Ну, что нам дают азимы? Уходим от засухи. Когда сеем подзуму, мы используем влагу снега, этих осадков. Ну и, во-вторых, ранняя уборка». В случае этой территории схема рабочая. Если Яровая пшеница дает 12 центнеров с гектара, а азимая – 30. Если каменцев интересует технология возделывания, салтонцев – приобретение привлекательных семян. «Мы их де-факто не можем возделать, потому что они еще не стоят в реестре сельскохозяйственных культур, которые разрешены для возделания. Мы их можем возделать, естественно, но мы не получаем дотации на них в государстве». «Каждый год идет примерно на 24 тысячи тонн. Мы имеем элиту, которую мы хозяйством по более высокой цене наши предприятия предлагают. А мы за счет госпрограммы частично компенсируем это ценообразование. То есть и сегодня селянам, кто имеет не совсем качественные или хорошие семена, будем говорить так, есть реальная возможность провести сорт обновления». По данным Минсельхоза Края, 70% посевных площадей засевают продукции алтайской селекции. Приоритет посевов по-прежнему за мягкой яровой пшеницей. Однако аграрии активно вводят масличные культуры, а скоро возьмутся и за новинку, которая проходит испытания в аграрном вузе. «Можно сказать о культуре, которая может быть хорошим сырьевым источником при производстве композитных материалов, это мискаунт. Эта культура будет являться сырьевым источником при производстве новых композитных материалов. Мы работаем в тесном сотрудничестве с Сибирским отделением Академии наук. То есть мы как сырьевая составляющая, а дальше уже технологи, химики будут работать с этой базой сырьевой дальше. И перспектива очень большая». Однако пока задача сельхозпроизводителей – грамотно подбирать культуры с учетом климатических условий. К этой посевной, по данным Минсельхоза, в техническом плане край готов на 90%. Начнется она через полтора месяца. Анастасия Дороганникова, Шелко, День с толком.